ассаляму алейкум дорогие друзья я вас приветствую на кухне с акцентом мы продолжаем наше путешествие по национальным кухням мусульманских народов и сегодня мы делаем акцент на казахской кухне будем готовить казахское традиционное блюдо которое называется жеде кульше я так догадываюсь и жеды это наверное 7 кульше это лепешки так ли это или нет мы сейчас спросим у ноги мопа встречайте ассалям алейкум салам алейкум добро пожаловать как ваше настроение очень хорошие казахи один из крупнейших тюркоязычных народов и коренное население республики казахстан также они проживают в россии и китае узбекистане и кыргызстане в иране и монголии издревле казахи разводили овец и крупный рогатый скот и конечно же коней и верблюдов женщины обрабатывали шерсть занимались шитьем ткали ковры и циновки ремесленники изготавливали ювелирные украшения обрабатывали металл дерево и кожу издавна традиционным жилищем казахов-качевников были юрты в мужской половине развешивали оружие и конскую упряжь в женской части всегда был накрыт астерхан в центре обычно ставили очаг где готовилась вкусная пища а казахская национальная кухня очень богата мясными и конечно же мучными блюдами одним из таких блюд является ищет и кульсе мы сегодня будем готовить это кульсе это лепешки еще их называть щельпек еще щельпеки называют что нам для этого понадобится для этого нам понадобится мука молоко или вода смотря каждая хозяйка делает рецепт по-своему дрожжи 1 столовая ложка 1 чайная ложка соли столовая ложка сахара и мука на гемопа с чего мы начнем мы начнем с того что вот подогрели молоко выливаем вот в эту мисочку стакан молока на стакан молока ложечку дрожжей столовая ложка сахара соли соли славе чего сложного все вместе будем перемешивать да да и добавить немножко муки тесто приподнимется немножко то есть делаем дрожжевое тесто да мы живем в современном мире но у нас остались очень много рецептов добавить мука добавляйте с глубокой старины все знают что казахи раньше были кочевым народом для кочевого образа жизни не было характерно земледелие не занимались люди земледелием а занимались только животноводством и у них естественно было молоко было мясо но с тем что связи с тем что казахский народ постепенно стал оседлым то появилось земледелие значит появились крупы первая крупа это было проса но и дальше пшеница у казахского народа раньше было три вида хлебных изделий один вид хлеба это был табанан этот хлеб выпекался на углях с помощью двух сковородок тоже тесто дрожжевое этим хлебом пользовались долго затем второй вид хлебных изделий это было тандыр на но для казахского народа этот вид хлеба не очень прижился потому что при кочевом образе жизни у казахов они не могли собой везде возить например тандырную печку на лошадях на верблюдах и третий вид хлеба это щельпек то есть то что мы сегодня делаем а почему называется это ключи это ключи это ключи до 7 же да это ключи готовит на айт на курбан айт на жума свадьбы поминки или там это стол начинается вот с этой ключи до а притча заключается вот в чем она звучит так одну лепешку я отдаю в долг одну лепешку следующую отдаю долг две лепешки оставляю себе две лепешки отдаю отдаю другим и одну лепешку отдаю тому кто нас защищает нас если расшифровать эту притчу то одну лепешку в долг это я значит отдаю эту лепешку детям в долг одну еще одну лепешку отдаю долг это даю родителям ага две лепешки оставляю себе то есть для своей семьи две лепешки отдаю другим это отдаю значит отдать нуждающимся и одну лепешку отдаю тому кто защищает оберегает это значит можно одну лепешку можно отдать если у вас есть собака во дворе на то можно отдать так тесто в принципе готово да да скажите пожалуйста вот вы когда сами дома готовить вы готовите количество как именно 7 готовите нет можно 7 можно 14 но никогда не говорят что 14 21 а говорят брызги это ключи и каши это ключи это ключи а поэтому мы сегодня с вами будем делать это ключи брызги это ключи да тесто готово да тесто наверное должны убрать да так как на живое тесто да надо немножечко поставить сколько примерно будем минут 15 может быть все тем временем мы будем разогревать сковородку сковородку будем там жарить да я так понимаю нам масла много надо будет для жарки да а какое масло на растительное растительное масло так заливаю еще чуть-чуть да все хватит расскажите пожалуйста нагима пока как казахской семьи воспитывают девушку это я сейчас вот все спрашиваю но я думаю что в казахской семье девушки моего возраста не уже не спрашивают они сами самостоятельно все умеют готовить с малых лет девочек воспитывают таким образом приучает помогать родителям дома где-то здесь 10 из 12 лет на и научат детей девочек учит уже на кухне понемножку готовить они могут приготовить например чай к чаю могут приготовить что-то оси родители работают то они могут что-то такое тоже легкое приготовить а уже чем старше становится тем уже они начинают готовить что-то серьезное там и еду и с мясом и ну и с продуктами с другими продуктами тесто поднялось смотрите вытащим из этой мисочки и разделим на семь частей сначала так 456 и а теперь надо лепешечки сделать такие кругленькие вы сказали жиде кульше готовят это еще по праздникам до хурбан говорят аида хурбан байрам уроса байрам расскажите пожалуйста как казахи отмечают эти праздники как все мусульмане отмечает очень очень хорошо за три дня начинает готовиться дома делать генеральную уборку закупается продукты когда праздник жертвоприношения режут барана кто может режет корову и делит на три части делит раздают нуждающимся она у раза например месяц рамазан как проходит что готовят как ифтар делают как везде к этому готовится приглашают гостей это могут быть соседи родственники читают молитвы а потом садятся за стол наши лепешки готовы готова вы так мнете их допустим и постоят так вот а как мы будем раскатывать тесто тонко будем раскатывать нет не очень тонко если вы мне конечно я тоже буду вам помогать да конечно конечно не очень всегда интересно как это и раскатываем тесто круглая до до круглая какие еще национальные блюда готовят казахи в основном это баранина говядина конина или мучные блюда нет казахский народ очень любит мясо и едят очень много тоже мясо могу сказать и это мясо и баранина и говядина и канина из канины готовит домашнюю колбасу козы жая интересное название тузлук что это такое тузлук тузлук это по-казахски он будет называться тузлук от слова тузлук 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 это соль когда готовит и мясо по-казахски ед или вам более известное как пришпармак то когда мясо варится и сверху вот когда сварилась сверху снимает вот этот вот жир а предварительно нарезать два или три лука полукольцами посуду какой-то и это заливается вот этим вот жиром заливается вот этот лук а затем когда мясо приготовили на больших блюдах у нас называется ах табак ах табак ах табак на кто-то при паре запаривает этот лук кто-то подогревает на плитке а некоторые просто вот в таком свежем виде но он немножко получается такой размягченный лук уже получается и на вкус будет другой да и чуть-чуть солят при причем называется туздок и по желанию еще черный перец молотый присыпает а какой толщины они должны быть вот где-то вот пять миллиметров наверно не сильно тонко потому что у нас дрожжевое тесто на еще будет подниматься до понимать сюда что мы дальше делаем теперь будем обжаривать тесто до сковородки с мля то есть масло должно сильно нагреться когда большие мероприятие той байрамы то обычно в казанах больших казанах которые и делает очень много например с мешка муки могут готовить до чего себе вставлять это с мешка муки это это ключи айки мы еще другие мучные изделия а как казахи встречают гостей гостеприимный народ очень гостеприимный народ например и если я буду ехать к вам в гости до заранее предупрежу скажу на гимопа я буду в понедельник утром у вас вы начнете наверно барана резать барана я не могу сказать что его барана зарежу но мясо поставлю варить мясо по-казахски я вам приготовлю пешбармак а первые 1 1 1 1 1 1 готов пахнет очень очень вкусно хлеб всегда должен хорошо пахнуть и так мы 2 чем 2 щель пик делаем таким образом мы продолжаем жареная но в принципе готовится очень быстро быстро очень легко если это на гимопа будет готовить еще быстрее будет потому что как она это все быстро делает я за вами не успеваю и последний лепешечка они у нас такие уже пышечки так при поднялся пышники последний мы сейчас будем жарить на гимопа скажите пожалуйста как мне накрыть достархан как обычно казахи накрывают и с чем кушают еду куще ищите куще ищите куще можно есть с чем угодно но обычно ставят на стол заваривают чай казахи в основном пьют чай черный и в основном пьют с молоком достархан всегда готова всегда готов сухоф сухофрукты урюк изюм джент толхан толхан это толкно толкно это делают из обжаренного проса и там свои технологии есть вот уже последний щель пик у нас уже почти не мопа я вам талфан конечно не обещаю но чай с молоком по-казахски я могу здесь обязательно спасибо я тогда чай завариваю а вы пока дожаривайте последний наш щель пик на гимопа мой чай готов и ключи тоже готова я как вы и сказали заварила черный чай казахи пьют чай с молоком молоко у нас есть значит каждый я так понимаю наливает себе столько молока сколько он желает да да так мне скажите как или сами у нас обычный кельнин наливает или наливаем сказать честно я такой чай буду пробовать первый раз почему чай налили так вот по чуть-чуть вот чем меньше в пелушке чая тем больше уважение к человеку вот она почему теперь вы нам обещали показать как правильно кушать кульсе кульсе берется двумя руками отламывается вот так вот из я тоже отламываю и бессмуля и рахман рахи пробую и запиваем чай с молоком с чаем с молоком на самом деле еще вкуснее да как вам очень понравилось чай у вас очень вкусный это все потому что у вас все пике вкусные на гимопа как по-казахски будет спасибо рахмет рахмет на юма по что к нам пришли сегодня мы делали акцент на казахской кухне я очень надеюсь что мы с ней еще встретимся увидимся и будем дружить и готовить национальные казахские блюда дорогие друзья с вами я прощаюсь до новых встреч ассаляму алейкум рахметаллаху в баракеат ху м м м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok